Дмитрий Левусь, политолог-международник, директор Центра общественных исследований «Украинский Меридиан» присоединяется к нашему эфиру. Дмитрий, здравствуйте, рад вас видеть. Здравствуйте. Хочется с трансформацией все-таки Макрона начать. Вот Лемонт написала, отметила то, что он за два года мутировал, ну, по версии издания, от «Голубя мира» до «Ястреба войны». И мы действительно помним, как еще два, ну, там, с копейками года назад Макрон терпеливо сидел за пятиметровым столом Путина, часами выслушивал его исторические бредни, затем все в начале полномасштабного вторжения не мог дозвониться, обрывал линии. И вот сегодня мы видим, что он действительно «Ястребом» стал. С чем вы связываете эти трансформации? Действительно, у Путина получилось, да? Довести, да. Да, у него очень много получается. То и Киев взять за три дня, и сделать так, чтобы Финляндия вступила в НАТО, Швеция, которая 200 лет имела нейтралитет, и он прописан, и всеми признанным вдруг, и Швеция вступила в НАТО, да, это сильно. Тут, да, тут тоже абсолютно налицо, я думаю, что вполне конкретные вещи, да. То есть, во-первых, то, что действительно есть ощутить, теперь уже появилось ощущение угрозы для всей Европы. То есть, то, как Россия, ну так, хотелось сказать, ведет дела, но она уже не ведет дела, да. То есть, Россия совершает преступления и агрессии, и как оно сопровождается откровенно геноцидными практиками, причем это происходит на территории Европы. То, что Украина сумела выстоять, и более того, вот с этой войной появилось восприятие целостности Европы именно как по восточной границе Украины, да, и отсюда и вот это ощущение угрозы. Это один момент, это он где-то, наверное, такой момент такого гуманистического плана и такое действительно ощущение вот угрозы, которую надо с ней что-то делать. Второй момент – это то, что есть непосредственное давление на Францию со стороны России, например, в Африке. То есть, то, что произошло в Мали, то, что произошло в других странах, где есть интересы Франции, где Россия, вот действительно, мягко говоря так, нестандартно с использованием таких инструментов, как ЧВК «Вагнер», вытеснила оттуда Францию. Это, в общем-то, наверное, можно даже считать таким последним соломинкой, которая переломила спину верблюду, да, как это легендарно. То есть, вот тут что происходило, да, то есть это давление по всем фронтам, везде, где только можно, которое демонстрирует реальное отношение, да, Российской Федерации, где уже тут невозможно по-другому воспринимать. Третий момент. Время кризиса – это и время возможностей. И Франция, которая всегда была страной со своим мнением, в определенный период истории, в 60-е годы, выходила из военной организации НАТО, оставаясь политической, которая вот перед началом большой европейской войны 2022 года, помимо того, что были беседы с Путиным и политикового умиротворения, одновременно были попытки наладить прямые отношения с Китаем, когда речь идет о стратегической автономии Европы, когда всегда сохранялось желание быть лидером именно в Европейском Союзе, на европейском пространстве, то вот тут все эти вещи сложились и привели к данной эволюции. Кстати, сказать не только Макрона, а и, например, и Марин Лепен, которая тоже заявляет об угрозе, о том, что это война на территории Европы и непосредственная угроза. Поэтому я думаю, что вот этот вот комплекс таких причин, он и повлиял на то, что произошла такая вот эволюция. Ну и, конечно, этого бы не было, если бы Украина не показала стойкость и Украина не выстояла. То, естественно, тогда бы ситуация развивалась совсем по-другому. Но сейчас Украина воспринимается как часть общеевропейского пространства. И вот это тоже очень сильно влияет. Дмитрий, вот из последнего, что заявил Макрон. В случае возможной отправки западных войск в Украину, французские силы не будут идти в наступление против России. Ну, давайте вот, в частности, эту фразу прокомментируем несколько позже. А в целом, учитывая то, какой сейчас вал информации, вал мнений относительно того, будут ли войска НАТО все-таки на территории Украины или нет, время прошло. Вот по вашему мнению, все же дыма без огня не бывает? Я думаю, что да. Конечно же, это, тем более, и кстати сказать, были специальные заявления президента Макрона о том, что эти слова продуманы. Опять же, мы видим по поведению и каким-то заявлениям ряда стран, что есть согласованность позиции, и она была, значит, получается еще до вот этой легендарной встречи в Елисейском дворце, когда были прозвучали эти, первый раз прозвучали эти слова, то да, я думаю, что да, где-то так вот, так оно приблизительно и есть. Как изменит политически эту войну в ведение любого, там, иностранного легиона, французского, и, возможно, любой какой-то другой страны, да, приедут к нам миротворцы, скажем так. Что это изменит в политике этой войны? Какие козыри это даст России в плане их пропаганды, и в чем их ограничат? Рискнут? Вряд ли ведь они рискнут, там, например, охотятся за какими-то, ну, складами или местами дислокации. Ну, что показательно, что на самом деле, вот, я думаю, что вряд ли это что-то может кардинально изменить для России. Почему? Потому что они и так воюют с НАТО уже очень-очень долго времени, об этом говорят. Российская пропаганда еще весной 2022 года на оккупированных, на временно оккупированных территориях Украины заявляла о том, что Западной Украины не существует, ее оккупировала Польша, и там ходит польский злотый, да, то есть они об этом, вот, в Херсонской, Запорожской области это, об этом кричали, и, кстати сказать, это даже отголосками заходит на территории и самой России, и сами россияне тоже об этом могут говорить. При этом повторять какие-то мантры по поводу вот того, что польские фермеры блокируют границу с Украиной, то есть, ну, одновременно существует два таких, да, два тезиса, которые не могут, в общем-то, быть, существовать, если оккупация, да, какая-то. То есть, поэтому, да, с одной стороны, конечно же, Путин и все его, вот эта пропагандистская кодла, конечно, они будут говорить о том, что, видите, вот подтверждение того, что НАТО принимает участие, мы воюем с НАТО, ну, они и так об этом всегда говорили. Поэтому какой-то кратковременный всплеск энтузиазма для мобилизации, ну, может быть, но не более того. То есть, поэтому опасаться каких-то ответных действий или эскалации, Россия и так применяет все, что только можно применить, кроме ядерного оружия. Даже химическое оружие сейчас применяется достаточно, да, пусть оно не такими там масштабами, как Первую мировую войну, но они и применяют, в том числе, запрещенные вещества. И это есть. Поэтому говорить о том, что это изменит в негативном плане, нет, я думаю, что однозначно не изменит. Опять же, все будет зависеть от модальности, да, действительно, участия, что это, как это будет выглядеть, и будет ли это вообще, да, потому что Украина действительно об этом говорила, неоднократно заявляла президент Украины Зеленский, говорил об этом на многих площадках, о том, что Украине нужна помощь, и Украина не просит воевать за нее, но просто помощь должна быть адекватной и вовремя. Однако, если такая поддержка такого плана будет, да, то это, естественно, что это может быть? Это может быть логистика, это может быть инженерные части, авиация, противовоздушная оборона с высоким степенью вероятности. Я, кстати, сказать не думаю, что не могут эти части быть объектами, не станут, да, объектами для удара. Россия может пробовать, да, мы видели уже, что есть абсолютно сознательные залеты ракеты на территорию стран НАТО, падают шахеды, да, то есть это такая проверка на прочности перехода вот таких красных линий со стороны Кремля тоже происходит. Изменить, на самом деле, изменит все-таки в позитивном плане. Все-таки реального столкновения с НАТО, если только Россия не инициатор каких-то действий, она боится. А это такое, так сказать, наступление, да, то есть это активные действия, а не реакция. И в плане такого, ну, для откровенной просто, да, поддержки Украины, это позитивный момент, и это и высвобождение силы, и возможности каких-то действий. Ну, и, кстати, сказать, не факт, что это операция в рамках НАТО, да, это может быть разные вещи. Ну, и опять же, да, действительно, есть определенные ограничения законодательные со стороны Украины, но если это действительно будет действенно, то я думаю, что решение может быть найдено. Пусть только решатся. Двери мы откроем быстро законодательно. И вот только что вы говорили про своевременную помощь Украине. И, кстати говоря, как же не обсудить следующую тему. Встреча немецкого лидера Олафа Шольца, французского Эммануэля Макрона, польского Дональда Туска. Они обсудили ситуацию в Украине. И по результатам встречи. Шольц сказал, что доходы от российских активов пойдут на закупку оружия для Украины. Туск высказался вот так. Меньше слов, больше боеприпасов. А что вы можете сказать по результатам данной встречи трех лидеров? Да, тут про эту встречу действительно много говорили. И разное восприятие может быть. Тут уже и вспомнилось о возрождении Веймарского треугольника. Когда две ведущие страны, которые создавали Европейский союз, встречаются со страной, которая сейчас лидер на востоке Европы. И о том, что возможно это обсуждение будущего после того, как получена информация из Соединенных Штатов. Как, что будет. Но самое такое простое объяснение, которое было, это дальше предлагать Шольцу предоставить Тауруса. Я, кстати, думаю, что, наверное, определенная логика в этом есть. Почему? Потому что вот этот вопрос, который оказался принципиальным, тут произошли определенные изменения. Потому что речь, кроме вот этих вот активов, доходов с активов российских, которые применить для довооружения Украины, для помощи Украине, идет же еще и о создании коалиции артиллерии реактивной, то есть дальнобойной реактивной артиллерии. И думается, что это, так сказать, определенный компромисс, который достигнут. И, наверное, это тоже была цель. Однозначно, встреча была в контексте войны России против Украины и возможной угрозы для стран НАТО, о которой идет речь. Сейчас аналитики говорят о трех годах, но объективно может так случиться, что Россия, когда станет понятно, что ситуация развивается, неблагоприятно для нее может попробовать смести все фигуры со стола, так сказать, и создать новый хаос путем атаки против стран НАТО уже даже в этом году или в начале следующего. И вот это, я думаю, что вот это тот момент, который позволил прийти к этому определенному компромиссу со стороны канцлера Германии. Ну, будем надеяться, что все эти процессы будут ускоряться. В свете всех этих угроз, которые возникают с каждым днем все больше и больше. Дмитрий Левусь, политолог-международник, директор Центра общественных исследований «Украинский меридиан» присоединялся к нашему эфиру. Спасибо. Оперативные новости, эксклюзивные видео, аналитические обзоры. Freedom of Telegram, только проверенная информация. Обязательно подпишитесь. Будьте в курсе всех событий. Ссылка на наш Telegram в описании.